Над отделкой стен работает целая бригада. Впрочем, стены специальные, тренировочные. А отделочники пока только студенты. Это мастерская в строительном колледже. А что может быть интересного по штукатурке стен? Допустим, стена ровная, надо ее сделать ровно. И как-то ты для этого стараешься, и у тебя получается. В разговоре с гостями колледжа многие студенты признавались, в профессии привлекает и будущая заработная плата. Хорошо платят, правда, только профессионалам. Ими и должны стать выпускники. Только вот выполнить такую задачу со старым оборудованием очень сложно. Не сказать, что станки не работают. Они работают. Более-менее работают. Можно работать. Но это уже не современное, конечно. Да. Они уже старые, в 57-е годы. Они мои ровесники. О проблемах профессионального образования говорили на расширенном совещании, которое прошло в строительном колледже. Как отметили специалисты, на сегодняшний день существует разрыв между запросом работодателей и образовательными программами. Его необходимо сокращать. Причем способы, как это сделать, вполне понятны. Полигон, образовательный полигон, в 2015 году позволил пройти практику и подготовить 346 специалистов. Много или немало, конечно, это не закрывает потребности города. Это, можно сказать, что некий старт. Но, тем не менее, это успешный старт. Как прозвучало на встрече, привлечь средства в учебные заведения совместными усилиями могут бизнес и государство в рамках программ софинансирования. В классах появится новое оборудование, чтобы учиться на нем работать. Предприятия могут помочь составить методики подготовки специалистов, исходя из своих пожеланий. А пока, по данным областной службы занятости, в строительной сфере остается немало вакансий. Наиболее востребованные арматурщики сеток и каркасов, электромонтажники, маляры, облицовщики, плиточники, бетонщики, плотники, газорезчики. Заработная плата колеблется от 16,5 тысяч рублей, почти до 44 тысяч рублей. И в среднем по рабочим профессиям составляет примерно 25,3 тысячи рублей. В регионе составят топ-50 самых востребованных профессий. На подготовку по этим специальностям направят основные усилия и средства. Это раньше считалось, что в профессиональные училища идут только двоечники и троечники. Сейчас все больше ребят рабочую профессию выбирают осознанно. Это ремесло, которое позволит крепко стоять на ногах. У меня папа плотник, у меня вся родня, там по плотничьим работам идет. Так что я иду по стопам от папы. Екатерина Машковская, Анатолий Холин. Новости.